Добрый вечер, друзья. Первый зум в этом сезоне. И мне принесли вопросы. Я начну по очереди. Вот первый, какой попался, такой и Наталья. Верите ли вы в современных художников? Есть ли у современной молодежи, на ваш взгляд, потенциал создавать гениальный мир? И если отчасти гения формируют среда, то чего не хватает современному миру, современной России в частности, чтобы гениев или великих творцов умов становилось больше? Быть великими, гениальными людьми – это не про современную молодежь или большое видеть на расстояние. Ну, я бы сразу отброшу про большое видеть на расстояние. Это очевидно, правда. То есть, соответственно, очевидно, что мы, наверное, многого не видим, не замечаем. Мы вообще живем в очень маленьком мире. Он парадоксальным образом каким-то… Вот сейчас я могу разговаривать практически, наверное, со всем миром. Вот. Но он стал меньше, мы меньше можем увидеть. У меня такое ощущение. То есть, чем больше, тем меньше. Я бы как молодец должен был. Вот. Примерно излагать. Вот. Верю ли я в современных художников? Ну, что… Это странный вопрос. Некоторых из них я сам знаю. Вот. Лично. И в них вот конкретно, да, в кого-то из них я верю. Вот. Как можно верить? Это же не партия. Вот. Понимаете? Верите в такую партию. Вот. Вот. И это не Господь Бог. Другой вопрос, он гораздо более предметный, да, где гении? Где гении? Способны ли сегодня люди создавать гениальные вещи? Это вопрос очень сложный. Очень сложный. Вообще, я читаю лекции о гении. Да. Если вы мои лекции слышали. И каждый раз, вот, я тоже пытаюсь ответить на этот вопрос. Вот. Чего нам-то не хватает? Вот. Что у них было такого, чего нет у нас? Или что у нас есть такое, чего нет у них, но то, что есть у нас, противоречит гениальности? Ну, очевидно, что всем нам повезло или не повезло жить в уникальнейшие времена, уникальные. Таких не было. Вот. То есть, чего не было? Конечно, если мы на историю человечества посмотрим, то мы увидим, как истощаются, теряют силы, да, целые цивилизации. Ну, двухтомник Шпенгельгера «Закат Европы» очень хорошего смысла. Он же не только европейскую цивилизацию пишет. Он делает обзор всех цивилизаций, до которых он смог дотянуться. А это был эрудит, мыслитель высочайшего класса. Поэтому я уже много раз говорил, я уже много раз говорил, что, понимаете, ну вот давайте так, вот я, может быть, тоже про это говорил. Все зависит от образа человека, да? Вот какой образ человека в данной эпохе, так все и будет. И здесь нужно анализировать то, какой образ человека в современной эпохе. Для этого, поскольку мы можем анализировать только в сравнении и в составлении, для этого и читаются лекции, там, про Лилю Брикли, про Байрона, вот я собираюсь читать, да, про Пушкина до этого читал. Потому что только сопоставляя, да, мы можем каким-то образом показаться. Да, мы можем каким-то образом, вот здесь понять, а образ человека современного, он таков. И, понимаете, вывод такой, если его быстро, то, конечно, он очень сокращенный, да, сокращенный. К этому шло весь 20-й век. Все эти термины типа редуцированный человек, сокращенный человек, плоский человек, да, постчеловек, вот, наконец, это уже какой-то, уже не человек. В общем, они говорят о том, что этот образ, он начинал сокращаться, да, начинал сокращаться. А вот вчера прекрасный был такой опыт, да, в четвертый раз в жизни, если я правильно считал, мы просто показывали там, у нас кинотеатр, в Самаре фильм «Инг Морберг» на шепоте и крики. И вот поразительно, первое, так, бросилось в глаза, раньше на это не обращал внимания, что эти персонажи, которые страдают вот этой болезнью, которую Александр Сокуров определил как скорбное бесчувствие. Да, вот скорбное бесчувствие, так называется его второй фильм, да, по Бернарду Шоу, по дому, где разбиваются сердца, если меня память не изменяет. Понимаете, они живут вторжениями, то есть что-то вторгается, вторгается в сознание, в психику. Это сделано там, конечно, гениально. То есть того, о чем нам говорили в школе по отношению к Толстому, несправедливо, да, что там есть какая-то диалектика души, вот, странная. То есть ни Андрей Балконский, ни Наташа Ростова, ни Анна Каренина, ни Нихлюдов, ни любой толстовский персонаж, он не живет вторжениями. Там все связано, это действительно диалектика. Это некое целостное движение, это один образ человека. Бергман уже в 1772 году, да, она показывает человека, где... Вот там есть гениальная сцена, как две сестры, которые ненавидят друг друга. И вдруг их бросает навстречу друг другу, звучит виолончель, да, и они обнимаются, да, целуются, они разговаривают друг с другом. Мы не слышим о чем, мы слышим только виолончель. Это единственное вторжение, условно говоря, вот этой близости и добра в этих отношениях. А потом пошли другие вторжения. Вот. И мы каждый раз говорим, что, да, мы живем в ситуации распавшейся целостности, распавшейся, вот, понимаете? То есть в ситуации, где произошла вивисекция. Одни, как бы сказать, участки сознания и души отделены от других и не связаны друг с другом. Но они продолжают существовать, иногда вторгаются. Отсюда столько проблем, да, отсюда столько проблем. И, знаете, я встретил одного своего знакомого психотерапевта. Очень хороший человек. И я ему говорю, ее зовут Леша, я говорю, Леша, вы не справляетесь. Ну, я имею в виду, что психотерапевтов становится больше. И нуждающихся психотерапии становится больше в 2-3 раза. То есть ни наука психологическая, ни, значит, все вот эти открытия, ни таблетки, нифига ничего не справляется с этими вторжениями. Иначе надо как-то по-другому посмотреть. Потому что иначе никто никого не исцелит. Вот. Ничего не случится. Ну, я сейчас говорю обобщенно. Разумеется, есть блестящие профессионалы. Вот. Но, честно говоря, их не так много. Вот. Не так много. Но они есть. И вот как взяться гению здесь при такой модели человека? Понимаете? Бергман спорил с Богом. И Киркегор тоже. Кто сейчас спорит? У кого есть такой оппонент? Кто спорит с Вселенной? Нет. Мы только ждем от нее подарков. Вот. Ну, или пытаемся как-то заслониться от ее ударов страшно. Но у нас нет диалога. Мы не находимся в диалоге ни с природой, ни с Вселенной, ни с Богом, ни с душой, ни с мировой душой, ни с своей собственной. И отсюда шансы на появление гения, потому что он не связан с этими универсальными, которые живы, которые весь сама жизнь, да, очень сильно сокращаются. И вот понимаете, когда Бергман делал шепот и крики, он говорил, что шепот и крики персона. Один раз он сказал, что шепот и крики персона и молчание. Я два раза зашел так далеко, как никогда не заходил. А куда он хотел зайти так далеко? Он пояснял, да, что в некую область бессловесной тайны, которую может выразить только киноискусство. Только киноискусство. Не изобразительное искусство. Только киноискусство. Вот теперь, понимаете, давайте найдем людей в современном мире, которые пишут, рисуют, инсталируют что-нибудь. И масса талантливых, одаренных людей, читают лекции, я не знаю, работают с глиной. А они куда? Вот они куда? Где тот город, до которого они хотят дойти? Какого мастерства они хотят? И вот вы позадавайте вопросы. Вам очень быстро станет все понятно, что, конечно, 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 одаренные люди есть. И при определенных условиях эта одаренность, она может, как бы сказать, подхватить, как подхватывают болезнь, да, и гениальность. Но, но, образ человека маленький. Ну, вот во что мы верим? Вот большинство моих знакомых, вот оно во что верит? Это очень хорошие люди, я их очень люблю. Но, надеюсь, они иногда отвечают мне взаимностью. Вот студентка моя пришла, бывшая Света, я с ней ругаюсь все время, с Налексой. Вот, ну, люблю ее. Вот. За что, не знаю сам, как у Лерд. Нам уж только так и надо, только так и возможно. Ну, вот, вот так, да. То есть, вот та культура, ну, возьмем для сравнения XIX века, потому что мы до Толстого уже обратились. А вот Байрон у нас впереди. Вот та культура, да, помните, я рассказывал, как Гегель видит Наполеона, и он видит не Наполеона, он видит воплощенный, материализованный мировой дух, тот самый мировой дух, о котором он столько напишет. Но вы давно так что-нибудь видели? Ну, то есть, вот уходишь на набережную, в городе, видишь человека, и думаешь, вот это воплощенный мировой дух. Это образ человека. И этот образ человека, он в том числе существует в сознании Гегеля. Вот, понимаете? Ну, вот, 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 вот. Вот, дальше начинается огромная совершенно работа по пониманию того, что там в моей голове не очень связано, в моей душе, да, вот, и что там не так, да, что там не так. Ну, это, конечно, если вы хотите быть, нельзя хотеть быть гением, понимаете, вернее, можно по теле, вот, не у всех получалось. Это какая-то обреченность, вот, обреченность. Ну, это уже у нас обреченность, потому что я-то знаю места, где этих гениев футбольные команды, да, вот, потому что я с вами согласен, что рукой можно развести и, ну, действительно, где-где, но по статистике, вот, допустим, металл 80-х, 90-х годов, да, вот то, что будут, ну, эти гении сейчас пожилые, старенькие, да, они по-прежнему выступают. Но они начинали, их никто не видел в упор, но они начинали в гаражах 17-16-летние, да, то есть, видимо, гении, они там. Вот я сегодня вижу тоже много есть ярких, интересных, полных, как вы говорите, войны с Богом, да, гениев, но я знакомлюсь с их творчеством, да, про все же самые рэперы, да, ну, я скорее омерзение чувствую, да, но я уверен, что когда-то, знаете, Лермонтов был черный человек, да, особый, потом был Владимир Высоцкий, а, нет, был Есенин, да, черный человек, потом Высоцкий, его водолазки, потом Виктор Цой, потом будут говорить Моргенштерн, черный человек, гений, великий, ну, я вижу бездарность и просто тупых людей, да, но вот я понимаю, куда смотреть, может быть, повнимательнее поглядеть на это поколение 16-летних, даже сегодня, наверное, так как все моложе и моложе, да, гениальность у нас, вот, то, наверное, это будет, будет, скорее всего, 14-летний. Вы знаете, мне нечего здесь сказать, потому что я очень мало знаю 14-16-летних, вот, я живу в другой среде, а увидеть я могу только то, что они создают, да, что они поют, там, что они рисуют, что они пишут, вот, и я с вами абсолютно согласен, ну, давайте только не путем все на свете, потому что проблема в том, что мухи выросли в котлетах, они растут, теперь уже из котлет, они есть сами котлет, мы не помним, что же, а гениальность у одного другого, сейчас я скажу, подождите секундочку, вот, а, то есть, понимаете, конечно, талантливые люди никуда не делятся, гений разворачивает эпоху, понимаете, вот что такое гений, и гений, понимаете, ну, как, вот, я, я эмпирически рассуждаю по-простому, я же не настаиваю, я все знайка, вот, я, вот, я смотрю шепоты и крики, и четвертый раз, и думаю, боже мой, как он это делает, вообще, чёрт, 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 я, смотрю, вот, ну, за этот год, вот, всё, что я посмотрел, у меня ни разу не было до конца, и в прошлом году не было, понимаете, потому что не развернут, нет такого взгляда или такого умения, которого, да, ты встречаешься впервые, и ты думаешь, ах, вот это да, вот это ах, да, по-настоящему ах, вот, понимаете, и дальше возникает вопрос, мы не видим, или там их нет, или сфера гениального ушла там с финансы, вот, вот, например, куда-нибудь в криптовалюту, вот, там люди, которые этим занимаются, они, наверное, гениальны, или куда-нибудь в какие-нибудь вот компьютерные технологии, ну, поскольку я гуманитарий, я могу говорить только о гуманитарной дисциплине, а за последние, значит, там, 30 лет, вот, кто из новых великих философов, чтобы можно было, так сказать, появился, то есть, человек, который поделился с нами мудростью, да, таким образом, чтобы мы его, да, да, и глядишь бы, какие-то изменения приятные начались бы, вот, или какой-то, так сказать, да, внутренний процесс, нет, все умельчает, все умельчает, а Гамбин замечательный философ, ну, ему лет 70, наверное, там еще несколько человек, но им тоже там под 70, под 80, также есть там режиссеры, которые... Ну, вот Гадар умер, да, тоже мы можем... вот Гадар, и Скорсезе еще есть, и Коппола, и так далее, это все не совсем миленькие, не карликовые фигуры, поэтому надо просто понять, может быть, мы живем в Коппол, когда... Понять, конечно, как вы, да, задавай вопросы, вот, в эпоху, когда это и не нужно людям, понимаете, на постуку, поскольку им нужно нечто другое, да, и тогда мы снова, да, беремся за описание человека и образ человека, да, нового человека, и только тогда мы начинаем что-то, да, понимать постепенно. Может, это как-то работает по-другому? Я могу ответить только эмпирически, как я чувствую, вот то, что я читаю, то, что я вижу, одаренности хватает, гениальности не встречал, вот, не встречал. Ну, вот я 20 лет назад слушал Виктора Цоя, для меня это был пафосный, абсолютно пустой, неинтересный автор, да, мне было странно, что вокруг него, вот, ну, сегодня я переслушиваю, гений, то есть, по умне он за эти годы прямо потрясающий, как так произошло, только вот руками развожу. Для меня это просто была пустота, ноль. Вот сейчас, ну, шедевры, да, то есть, которые я, видимо, упустил, может быть, также все эти рэперы, которые сегодня плодят, плодят. тогда, безусловно, вот эту субъективность еще оговорить, да, потому что для вас Цой гений, для меня нет. Вот, хотя Цой, безусловно, вот, выдающийся человек, вот, и, конечно, многие его песни я тоже знаю наизусть, но маловато будет, на мой взгляд, да. Ну, а он на черного человека годится, ну, на сегодняшний. На вас достаточно, вот, поэтому тут еще много всякого субъективизма. Ну, если не Талика поет. вот такого, Гегелевского, или Наполеоновского, или Толстокского, да, или, там, Бетховенского типа, который разворачивает эпоху. Вы понимаете? Вот. Земля начинает крутиться в другом направлении. То есть, в некотором смысле, вот, того самого, да, гения, как сверхчеловек, как его ниц. А знаете, есть. Есть нейросети, потому что смотришь, у меня дух захватывает от сегодняшних нейросетей. Они мощнейший художник, который сегодня есть на планете. То есть, никогда не рождалось таких Леонардо, да. Ну, я не знаю, он даже в ученики не годится. То есть, нейросети сейчас нам просто задали новый уровень, ну, который человек не в состоянии. Ну, как, знаете, когда-то в шахматы человек играл и говорил, я молодец, да, компьютеру в этом проиграл. Я всегда почему-то думал, что компьютеры в литературу пойдут, да, потому что распознавание текста, переводы, я не ждал этого прорыва именно в визуальной области, да, потому что я скорее был уверен, что роман компьютер напишет по запросу, да, Лев Толстой про завоевание Марса, да, и тот самый Лев Толстой, настоящий, да, вот, глубокий. И вот в этом смысле у нас есть сейчас мощный конкурент, он, увы, не белковый, да, ну, что поделать? Ну, да, безусловно, ну, понимаете, в чем дело, я же этот старобрядец, я эту старую жизнь люблю, вот. Я с вами согласен. Когда я встречу нейроновую женщину, вот, и получу с ней какой-то, такой опыт переживания, вот, которого у меня никогда не было. с какой-то женщиной, я, может быть, передумаю. Сумма она прекрасная. я, может быть, передумаю. Пока меня это, скорее, немного пугает, вот, немного пугает, вот, эта нейросетивая женщина. Ну, конечно, искусственный интеллект что-то будет творить и вытворять, и мы сами не знаем, что с этим будет, и так далее. Я же и говорю, понимаете, просто трудно быть услышанным об этом вопросе. у нас вот здесь была дискуссия там о кино, и я сказал, что кино в его классическом варианте, включая сюда и постмодерн 90-х годов и начало нулевых, закончилось. То, что сейчас началось, мы не подобрали еще этому слову, а в этом все и дело. Гуманитарные науки очень слабые. Как это назвать? А помните Изенштейн, который говорил... Какое-то слово, да, там, какое-то, ни одно слово. Вот. Все сразу мне сказали, вот он говорит, что все умерло. Не все умерло. Не все умерло, а эпоха вот того кино, где Бергман, где Тарковский, где Феллини, где там Абдрашитов, да кто угодно, вот. Она заканчивается. У нас есть еще несколько человек, там есть Ларс Хон Триерн, они все, кто болеет, они относятся еще к той эпохе. Что начинается дальше, я не знаю. Сейчас, на мой взгляд, такая эпоха безвремени, да, то есть, когда кино еще не перестало до конца быть, потому что все же не происходит, вот к щелчку пальца, вот. Оно еще не перестало немножко быть тем, чем было, ну, даже как человек, да, еще и киборгом еще пока не стал. И вот какое-то вот это вот промежуточное состояние. Но мы-то говорим о чем? Вот. Мы-то говорим о том, что я сторонник очень простой точки зрения, то есть, я не люблю ничего запутывать, вот. Вот ты сел там, или я буду там читать лекции, а, говори о том, что ты любишь. Вот лично ты. Вот. Не о том, что там важно для человечества и так далее, а лично ты, да, вот. Мне кино классической эпохи пока нравится больше. хотя я открыт, я смотрю по 300 фильмов в год примерно, много или мало, я не знаю, а вот, но я смотрю, я открыт, я вот, что, я как бы, вот, глядываюсь вот во все. Ну, может, ума не хватает, может, уже это все, дедушке пора на пенсию давно. но я, кстати, тут и руководство говорю, дайте мне пенсию хорошую, но только хорошую, вот, вот, нормальную, и я уйду. Нет, не спешите, не спешите, не спешите. Поэтому, что вы хотите? Вот мы живем в культуре, где возраст презирается, там, он свидетельствует... Мудрость презирается. ...и мудрость презирается и так далее. До этой мудрости хотя бы крох бы еще. Поэтому, что уж нам тут... О! У меня не проходит и декады, не декады, а как это называется, квартал, квартал, три месяца. У меня на раз в три месяца приблизительно я впадаю в состояние такого довольно жесткого какого-то ощущения, что пора мне куда-то вообще, куда-то надо уходить. Я не знаю, у меня вот неясный поляк нет, не по-никуда. А на станцию Астахова не хочется. Не хочется на станцию Астахова, вот, честно могу сказать. Я бы пожил еще. Вот. Ну, куда-то я думаю, надо уходить, невозможно. Все, невозможно. Вы же последний хранитель, можно сказать, последний из магикан. Вот. А помните, какая дискуссия была у Эйзенштейна, когда про цветовое кино рассуждали, да? Вот. Это же тоже... А вот и вот этот мир поменялся, да? Вот. И мы построили киностудию, в которой даже не было когда-то возможности звуковое кино делать, да, Мосфильм. То есть люди даже уже в 30-е годы это делали, хотя... Мы не можем себя сравнивать с ними. Понимаете? Мы все время как-то отстаем. Я все время про это говорю. Ну, как мы себя можем сравнивать с Эйзенштейном или с этими ребятами? Ну, вот образ человека, да? Эйзенштейн хотел, в общем, поменять все подсознание человечества. Да кто сейчас такие задачи, кроме Нью-Йорк Сити? И реализовать, реализовывать начинать практически. Понимаете? Они гиганты, это люди, которые хотели... С амбициями, да. Они с амбициями. Ну, Платонов хотел розу ветров поменять. Это же там что не фигура, то фантастический персонаж. Они собирались изменить законы природы и космоса. Отсюда весь этот в том числе... Да, фантастика. И это, да. И многие люди... Строить коммунизм на Марсе. Это какой-то, да, да, фантастический совершенно порыв. Да, невероятнейший. Вот, к нему можно по-разному относиться. Чудес там было, вот, немерено просто. Ну, просто немерено. Многие вещи я до сих пор не могу себе объяснить. Я только так иногда кому-то из знакомых спрашиваю. Слушай, ты не знаешь, как вот это? Чё это такое? Каким образом? Куда все города гранили? Вот таким образом Троцкий построил Красную Армию. Да так, что она вот, раздавила белых. Это как он вообще сделал? Человек без военного образования, вообще без всего. Там много таких чудес. когда люди брались вообще. Знаете, Троцкий начинает Красной Армией, значит, заведовать. Вот, в тот момент, когда там обрушивается все. С одной стороны наступают немцы, с другой стороны белые, с третьей стороны там Антантов. Вон, да. Вообще идет кошмар. Ресурсов вообще ничего нету. и вдруг из этой глызбы, которая так бежала, значит, из-за первой мировой войны. И не только. Он создает такое ощущение, что как в сказке. Вот. Да. Боиспособнейшую армию. Это как вообще магия. Магия. Вот. Вот понимаете, там такого много. И мы не, как мы можем себя с ними сравнить? Ну, у нас какие задачи? Это как жить получше, побогаче, там, и так далее. Вот. Это основной какой-то тренд современного человека. И я не против. Я бы сам очень хотел жить и получше, и побогаче. И поэтому надеюсь, что тяжбы за пенсию. Вот. Каким-то образом мне удастся, может быть, немножко повернуть в свою сторону. Потому что Светку у меня кормить не буду. Я по ней вижу. Вот. да, деваться-то некуда. Деваться-то некуда. Ну, вы опора, вы опора, вы титан, вы держите этот свод, понимаете? И Гераклов никаких не предвидится, чтобы на минуточку отдержать. Ну, не знаю. Понимаете, нет, у меня потом это настроение проходит, да, какой-то другой, я с ним борюсь, потому что оно такое. Это бывает, когда, знаете, давление чересчур увеличивается со всех сторон. Вот. И ты думаешь, все бессмысленно. и я начинаю думать, как мы вообще виноваты вот, значит, перед буквами. Вот. Потому что мы слишком злоупотребляли культуру трейдерства. Ну, видите, вы же секрет сами раскрыли. 14-летние друзья. И все пойдет на лад. И сразу же все иначе. Где другая энергия, где характеристики. Вот. Ну, то есть нельзя было обесценивать то, что огромной ценой далось человечеству людям за их тысячелетний опыт. А сейчас это обесценивано. Мы слишком много предлагали и продолжаем. Потому что, не знаю, почему. Потому что и жить надо, и интересно, и все. надо, чтобы в человеке он хотел что-то узнать. Чтобы он готов был сделать несколько шагов сам. Вот. И вот тогда это работает. Чтобы он пытался, знаете, как это в теории сценарного мастерства, да, бит информации, да, как Александр Митта в своей книжке писал, да, и чем бит драгоценнее, тем больше за него должен побороться зритель. Ни в коем случае не отдавать его. Интерес исчезнет. Как только исчезает это напряжение, интерес исчезает. Мы ему взяли и любила информацию сообщили. Ну, любит она его или нет. Ну, и что, и как. Вот. И все это на 30-й минуте, как это часто бывает в современном кино. И что это? Нет. Надо оттягивать, скрывать. И вот уже сейчас откроешь, какая-то боковая линия пошла второстепенная. Вот какой-то он должен хотеть. Ну, расскажи мне, ну, как она. Ну, все-таки она вот что? Вот она загадочная женщина или просто женщина? Ну, вот. Я хочу знать это. Вот. И так далее. Вот то же самое со всей культурой случилось. Потому что сейчас вот это вот. Вы только приходите в библиотеку, читайте, берите книги и так далее. Так мы потеряем даже остатки того. Надо меньше какой-то трейгерства. Меньше. Вот поэтому-то я и думаю, что надо уходить. Надо уходить. То есть... Кто в лавке-то останется? Я думаю, что человек вот сколько-то. И они должны уйти просто. Уйти, как нам надо договориться в один день. И оставить вас без всего. Вот. И тогда, может быть, вот, вам захочется что-нибудь сделать. Вот так вот. Ну, я согласен. А в противном случае ну, что получается? И мы помрем в нищете, вот, и свет придет вот там на поминке, скажет. Ты был такой человек. Не, про это не надо. Не надо. Про это не надо. Ну, вот. Вот пример. Ну, в чем-то вы правы. Мудрец должен быть на горе. Ну, или в два. Или в поезд. Или на порог. Как Поль Сезам удалился и все к нему. И уехать куда-то там на Таити. Еще куда-то там. Вот это точно. И при Амазонке. То есть, чтобы никто уже не знал никто во всей стране какие книги читать, какие фильмы смотреть. Да? Потому что, ну, честно говоря, вот плохо ли или хорошо ли, ну, свою жизнь я на это положил. Ну, вот. А теперь я... Вы создали центр подтверждения. Это не нужно никому. Никому. За исключением. Нет. Ну, так вот. Сидеть, послушаться. Вот как Света. Вот как Света, например. Просто это очень скромные люди вас окружают. Они не указывают ни деньгой, ничем. Они такие скромные. Вроде бы, это было пойти, но как-то печкачка немножко испиротали. Да и прошло. И пошло. Понимаете? Я надеюсь, что к вам из Москвы будут побежать из-за границы. У вас все есть. Понравилось. Я как будто у меня... Все у вас есть. Да, да, да. Так и есть. Вы же центр силы. Ураган. Ураган. Чтобы все прошло. Не надо. Не надо. Висконти должен идти в пустом зале. Это адекватная такая реакция. Это образ самой эпохи. А мы эти образы не создаем. Еще заманиваем кого-то. Пришло пять человек, уже нет. А так никого. И идет гибель богов. Вот. Идет гибель богов. И сидит один или два человека в растерянности. Где? И Берман. В пустоте. В пустоте. Вот в этой. Поэтому я пока не знаю, но надо где-то добыть эти средства на этот самолет по Ромле, Ковчегле. Вот. И оставить всех. И в библиотеке уговорить. Да. И еще уговорить библиотекарь, чтобы не те книги подавали. Нужна реакция в этом смысле. Мы должны уйти. Просить человек там Толстого. Ты говоришь, нет, разобрали. Хотя Толстого на волну. Вот. Разобрали. А читателей нет. А вы в интернете читайте. И пусть идет с этим. Может, что-то произойдет там. Где-то. А чувак как же. И вот мы, 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 мы. Вот я в том числе. Мы очень виноваты в этом. Я старался всю жизнь. Я старался интриговать. Не все рассказывать. Как бы сохранять интригу. Говорить всегда, что это правда. Там есть еще уровень. Там и так далее. Но у вас же всегда какое-то свое прочтение. Магия. Рамак Кришна не помогает. Секретов у вас нет. Мы не помогаем. Когда-то помогало. Сейчас уже нет. Я восхищаюсь. Восхищаюсь. Потому что вот был мудрец такой, Рамак Кришна, да, который до конца 19 века. И у него уже была такая тенденция открывать религиозных лидеров. Общался он с Христом там и так далее. Прошел всю историю. А вы делаете гораздо сложнее вещь. Вы настраиваетесь на великих поэтов, великих литераторах. Это, мне кажется, совсем ловушка загогулина. Вы как-то умудряетесь делать эту сложнейшую работу? Нет, мы на разных вещах говорим. Вот. На разных вещах говорим. Я говорю о том, что нам нужно действие, поступки экстенциальные. Но всем как-то договориться. Вот. Всем как-то договориться. И просто так сказать. Ну что, все так вот. Как там у Верленова? Все выпито. Что тут ботил смешного? Все съедено. Все выпито. Да сбросили с корабля современности. Ни слова. Все. Собрались и уехали. Собрались и уехали. Вот все вот там. Мое поколение там и так далее. Что там, какую-то старушечку себе найду. Вот. Водим с ней это самое. Суп с крапивой где готовить. И так далее. Вот. Поэтому в принципе, в принципе мы должны бороться. Я с сыном поговорю. Я вижу, она там улыбается. Где-то с сыном поговорю. Мы должны бороться за то, чтобы все меньше было у нас зрителей и слушателей. Потому что только эта пустота. Этот некий абсолют. Вот. Он может что-то немного встряхнуть, как у другого человека. А сейчас я что теперь буду? Да ничего. Ты как хочешь. Вот и живи. Знаете, как женщины это в себя приводят иногда. Ты прям говоришь. Ну ладно. Ну живи. Щип, капли, крова на столе. Вода в ключах, голова на ключах. Живи, меня не дожидайся. Я нахожу. Ему, она кажется, неплохой парик. Про щиту ты знал. Во всяком случае, как их есть. А сейчас все ездят. А главный ключи у него на столе. И так далее. Вот. Вот так вот надо. Вот так. Ну ладно. Вот. Перейдем к другим вопросам. Мы еще будем возвращаться к этой теме. Потому что Света, конечно, она здесь в первом ряду. И она действует на меня как естественный раздражитель. Пока я еще не завел связи и порочь меня с нейронными женщинами. Вот. А что, заведу. Заведу. Вот. Программа последняя. Куплю нейронную женщину и уйду с ней. Алисы достаточно. Как в фильме она. Вот только когда она без розетки сможет уже работать. Вот. Уйду с ней в лес. С роботом. Вот. С роботом. Так. Оксана Тихунова. Так. Вопросы. Про тренинги онлайн очень хочется отриехать не в одну. Сейчас. Так. Вы говорили на одной встрече правильно поставку вопроса что делать с волнением. Вопрос что же так что же делать. нам библиотекарям очень нужно учиться интересно и свободно выступать. Что делать чтобы дыхания хватало. Где найти почитать ваши книги с авторскими методиками. У меня нет таких про искусство публичных выступлений. я собирался все секреты забрать с собой. Я вам говорю я готовился я готовился к этому я ничего я публиковал только легкомысленные книги беспечные легкомысленные из которых ничего конечно получить практически невозможно поэтому я все это заберу вот в никуда ну или буду нимфом в лесу хотя скорее они мне могли вот здесь вот помочь значит с автор про актерское мастерство для актеров и все вообще еще была куча вопросов но сейчас все выйдет из головы да так ну начнем с значит онлайн тренинги ну я занимаюсь с несколькими людьми онлайн ну спросите мой телефон вот у Инны Ямщиковой в библиотеке позвоните надо будет договоримся вот значит правильный постановку вопрос что делать с Вални да вопрос что с ним делать еще раз еще раз еще раз еще раз выше пилотаж ничего это выше пилотаж но это для того чтобы вы знали что вот это вот это оно ничего то есть волнение существует само вы вы втягиваетесь в него и даже на высший пилотаж и у вас от волнения дрожит голос или что то вы понимаете что все правильно вы живой человек да и вы волнуетесь еще более высокий пилотаж вы понимаете что волнение это энергия и воспринимаете как энергия ну привыкли же вот здесь много энергии всякой ну вот возьмем материалисты наверное в основном вот ну вот электричество ничего же не мешает даже помогает волнение такая же энергия такая же энергия и лишь где-то в глубине там вот эта оценка ее как чего-то плохого чего-то дурного того что мешает а вот быть бесчувственным эх если бы как буратино в начале да вот просто бревном вышел вот бревно открывает рот вы же не таким хотите быть арата значит вы будете волноваться нервничать спорить понимаете иногда задирать кого-то вот и сказать конечно я вот светом стираю специально я специально потому что мне нужна сейчас тоже какая-то электростанция понимаете я тоже от чего-то должен работать вот вы говорите вы титан вы держите но титану тоже надо что-то откуда-то это самое вот я затираю светом вы скажете мелко а я делаю что могу я делаю что могу я бы сказал тропцы вот тропцы это высший пилотаж то есть идея о том что можно и нужно избавиться от волнения это идея киборга человеческая идея на мой взгляд она звучит ты волнуешься но это помогает теперь второй вопрос вот не помогает потому что слишком высокий уровень я не могу так принять просто энергия я волнуюсь не могу принять дайте что-нибудь человеку обязательно обязательно нужно дать что-нибудь чтобы он в руке держал в руке в кармане держал и понимал что для этого есть большое количество техник которые нужно просто знать и изучать вот и все вы можете изучить свое тело на вашем теле есть такие точки вы можете нажать и успокоиться только сильно не жмите я не сонную артерию имею в виду один вариант второй вариант совершенно верно дыхательные упражнения совершенно даже просто глубокий вдох выдох вот вам поможет вот потом похлопывайте я вам теорию попу излагал нет не излагал может тоже унести с собой вот нет я собираю я должен я должен шантажировать как у вас шантажировать потому что на самом деле действительно это не я хочу даже не знать бананами с удовольствием торговали иногда я не могу видеть просто не то что людей я не могу видеть то плачевное положение в котором находится Бергман или Толстой или Пушкин или Гегель или Бетховен невыносимо просто смотреть а ты свою жизнь импус летел я уже ничего я не научусь ничему уже электрика из меня не выйдет даже плаком не выйдет я даже путаться не буду и так далее ну ну вот это штука тревожная а про что я хотел сказать теорию Поку ну слушайте дети те кто не подключился к нашему эфиру пусть потом кусают локти понимаете кусают локти вот я вам скажу вот сегодня наслаждался значит читал на ютубе выложили мою лекцию последнюю про Лили Брика и там народ конечно веселится веселится он в основном по поводу рекомендации Лили Брика о том как значит охмутать мужчину вот и чтобы он не ушел и они конечно все на мне пробуют на мне пробуют и так когда читаешь да Валерий вы гений но этого никто не понимает вот я я там значит молодцы какие все-таки ну надо надо улыбаться иногда вот это не бесполезная вещь и так далее то есть вот это вот работает да еще да теория покой значит изложу вам не всю теорию вот поскольку поскольку вот должны большую часть никому не отдать правильно потому что ценить не будут ценить не будут они уже сейчас не ценят и не будут еще меньше тут же закон такой чем больше даешь тем меньше любая мать это знает любой ребенок понимает сколько ему отдано родителям только когда или их уже нет или где я был а что же вот как же я что же где да был ли я имел ли ну я к нашему разговору то же самое здесь параграф 17 потому что теория покой изложена как у спиноза параграф вот параграф 17 он имеет прямое отношение к публичности в том числе в том числе но не только но не только я вам задам один вы когда-нибудь видели как мать успокаивает молодец она похлопает ее совершенно продолжим параграф 17 вы идете по набережной видите влюблен и вот тот момент когда они автоматически так тихонечко похлопают друг другу по попам ну вот остальных может не нравиться они могут сказать безнравственно и так далее похлопывание легкое по попам возвращает человека в состояние младенца которого мама успокаивает делает счастливым дает возможность ему забыть про какие-нибудь колики и заснуть поэтому я призываю вас похлопом можно и самого себя понимаете вот потому что если бы мы жили в нормальном мире а не в мире который так и не преодолел каких-то вещей то есть у нас мир не преодолел похлоп человек по попе то ли сексизм все отобразло в какой-то этой гребанной идеологии то ли это еще что-то то ли это приставание то ли это еще что-то короче тело своего мы не приняли да как равного мы понимаем что конечно голова это гораздо лучше чем поп потому что если бы я сейчас стал вам попой да вы бы сказали ой это оскорбление надо этого лектора гнать он бросил нам вызов это там жест но вы попробуйте и вы увидите что автор трактата не такой дурак есть очень простые вещи а вот алиф например который космонавтов тренировал в 60-е годы он показал да что простое покачивание вот очень сильно успокаивает вот это вот излишнее волнение просто надо не вот это вот да встать надо что-то показать ну то есть надо не вот это вот да путь качаться ну нет а просто найти вот такой может быть совсем невидимый ритм вы можете разговаривать с человеком да вот сразу тело само качается и как раскачиваться если у вас в этот день был тревожен эта штука она логичная похлопаем ее по попе потому что вторая важная вещь с помощью которой мама успокаивала молодец она такая она и кукачевала похлопаем вот покачиваем ну трудно это элементарный уровень и вот я вам назвал высший уровень элементарный все остальное мы конечно раскрывать потому что я уже открыл рот и вот я вижу что именно мне кулак показывает сейчас ты уже разболтался уже все сейчас опять никто ничего ценить не будет понимаете теория попы хранилась в таинственных хранилищах знаний тысячелетиями тысячелетиями понимаете ведь все знания ну как украденное письмо от Горбо да где надо его спрятать на столе на письме на самом видном месте многие вещи спрятаны на самом видном месте я у них пороки как это связано там физиологически вот и так далее с разными центрами с разными вот попробуйте посмотрите то есть каждый раз когда вот у вас на ваших глазах вот мама ребенка похлопают во-первых да смотрите никто это не оценивает как безнравственную вот все думают ой какая красивая мама с младенцем да ну младенец может конечно визжать кричать там еще что-нибудь вот во-вторых не сильно воображайте о себе того что вы прям сильно отличаете от этого младенца это я не зову к регрессии да к регрессии а просто люди курят о том что у вас здесь это записано понимаете записано вот разуме компьютер у него есть память вот у вас есть и мышечная память да и да вот эта вся нейронная может быть даже какая-нибудь есть вот и память движения есть память всего всего из того что мы ставим поэтому 17 параграф да теории это очень успокаивает потому что это детство это мама это первое движение это первый инстинкт но можно это все выбрать и не обращать внимания я это ни на чем не наставил я бы лично прям сейчас бы вот прям сейчас вот дал себе Нобелевскую премию за величайшее открытие в области в области чего как это назовем по поведению ладно пойдем дальше там никто не хочет там еще вот я смотрю там Анастасия вот кто-то вот кто-то идет куда-то вот Мария Мария идет да что или это заставка а я хочу задать вопрос да давайте вот видите значит я попал вот и мне кажется что он даже как-то в тему вкладывается я ну во-первых я волнуюсь я вас так долго слышала без обратной связи что вот это волнение неизбежно сейчас я похлопаю все по попе и успокоюсь немного да это очень просто мой вопрос связан с отношениями учителя и ученика вот это вы задавали да да это я задавала ну задайте его чтобы его все слышали озвучите его пожалуйста да потому что это очень будет если я это просто прочту да ну для меня это важный вопрос потому что я и учитель и ученик я и в той и другой роли себя нахожу и знаю и тех и в той и другой роли минусы и плюсы да если плюсы и минусы роли ученика это когда очень здорово когда есть кто-то кто идет и ты идешь за ним это чувство безопасности чувство такой уверенности отсутствие сомнений вот точно человек знает и я могу опереться на это но есть другая сторона что какие-то свои пути остаются закрыты и не получается увидеть вовремя возможно то что ну то что важно для меня потому что приходится спорить с авторитетом а это такой кризис который не всегда готовы люди шагать да но меня больше сейчас волнует даже история про учителя и то что вы сейчас говорите что вы вот сядете в ковчег и уедете куда-нибудь я это ну понимаю мне хочется скорее ваш да я это очень хорошо понимаю про с одной стороны это очень соблазнительная роль когда тебя вкладывают такой образ знания образ сведения это напитывает огромным количеством энергии но в каком-то смысле это инфляция тоже эта энергия и другой стороны есть другая сторона что не все видят не все слышат то что ты пытаешься донести часто эти высказывания да ну то что вы сейчас говорили люди не слышат не ценят не не до конца понимают спорят обесценивают деиделизируют и мне хочется услышать ваш смысл да вот вы ведете все рассказывает делитесь потрясающей информацией за что много благодарности вам делайте что это для вас зачем вы это делаете какой смысл вы для себя находит в том что продолжать несмотря на то что это действительно иногда и порой мне кажется не совсем недооценивают могли бы ценить больше недооценивать это вообще не то слово я употребил бы здесь ну здесь дама вот здесь дама вас как зовут Мария Мария мы с вами как-то в телеграме общались я понял я понял сейчас вот я сейчас вспоминаю вашу да 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 вот смотрите ну во-первых я считаю что нельзя определять этот вопрос то есть ммм я могу сейчас сказать много всего но в действительности я сам не должен понимать до конца зачем я все это делаю ну то есть я хочу понять да но есть очень какие-то простые вещи я в этом смысле всегда считал восточные народы умнее нас вот но когда человек ложится спать он должен поблагодарить человека который познакомил его с его учитель да ну это потрясающе это потрясающе потому что это во-первых огромная благодарность а мы знаем что дар вот я читал лекции о даре он без благодарности не работает вот потому что принять дар это включается это благодарность нам кажется это такая простая штука что и обращать внимание вот как бы сказать нечего но это проверено вы правите это я обращаюсь к аудитории вот и конечно вот это понимание того что без учителя без учителей ты вообще бы ну короче говоря все было гораздо хуже вот для меня точно понимаете для меня точно потому что я уже говорил если бы не Николай Тимофеевич Рымаре там вот они мне объяснили что какие-то очень важные вещи вот очень важные теории попа они не знали вот но это я у меня жарение вот понимаете и мне кажется что ну так сказать тут очень много таких вот вещей я исхожу из того что каждую дверь для тебя кто-то открывает и только потом ты уже учишься ее открывать сам и быть за это признательным человек вот я вы знаете был момент вот был момент когда меня там спросили а какие мне были детские книжки там любимые спросили в таком статусном заведении где молодежь как раз в современности я начал перечислять и они все бледнели бледнели они меня теперь уже не приглашают выступать потому что я пал у глаза пал совершенно и вдруг я им говорю я говорю очень в детстве любил Анатолий Алексеевич вы вот вы да это же я говорю послушайте этот человек вот я был ребенком 5-6 класс я там не помню он доставил мне очень много радости это какой же сволочью я должен быть чтобы сейчас плюнуть на эту радость которую мне доставили и сказать да это разве писатель да Джойс писатель да Прус писатель вот там я не знаю Андрей Белый писатель кто такой Анатолий как ты же был счастлив это счастье тебе подарил другой человек так что важнее все-таки не так сказать не обернуться не обесценить и не плюнуть туда где тебе подарили радость и счастье а действовать из неких неких критериев да искусства да я знаю что Джойс пишет но радость мне тогда подарил Алексей вот в чем дело и вы наверняка все вы знаете что там что там я не знаю Николай там добрее душевнее красивее а Михаил эгоист черствый за что не знаю сам вот Лермонтов все и сказал люблю за что не знаю сам за что он любит непонятно проселочным путем он любит соскакать в телеге ну что он не понимает этого феномена он любит соскакать проселочным путем в телеге он скачет и он думает боже как я это люблю за что да за что я это так люблю могли бы кстати теорию focused тоже подключить тоже подключить найти какой-то механизм объяснения, но не будем все вульгаризировать не будем все вульгаризировать поэтому это одна сторона вопроса вторая сторона вопроса ну я как лично самое главное не войти понимаете Гумилев то, что говорил Ахмат говорил Ань, застрели меня, когда я начну пасти на руки то есть я очень стараюсь не попасть туда, где сейчас я вас научу сейчас я тут я с истиной познакомился сейчас вы получите вот это отвратительно но это отвратительно конечно потому что опять тот же Восток вспомним там очень многие вещи я много про это думал знание передается от учителя ученику посредством прямой передачи я подумал а не все ли знания так передаются не буду раскрывать потому что на лекцию надо сначала объяснить что-то они все ли они так передаются просто здесь возникает вопрос о способности ученика да блистательно поставленной буддой шкейну я восхищался этим всегда потому что создать цикл учений для людей разных способностей и запретить тем у кого низкие способности приниматься за те учения для которых нужны высокие пока они не пройдут этот путь да вот учение супер да низкие способности там очень много ограничений вот там все расписано что делать вот как утром как вечером ну такой вот такой пайси монастырский устав да а есть учение тантра которые требуют способности если у тебя их нет но это вот как у нас проводятся какие-то занятия по танке все время меня коробят я прохожу мимо думаю что происходит вообще вот что происходит я вам расскажу историю про значит потрясшую меня в свое время я может быть рассказывал был такой человек биде дандарон он был бурятским буддистом он сидел в лагере я не помню сколько долго а он в своем развитии дошел до той как бы до того момента где согласно той школе которую принадлежал ему уже нужна была тантрическая партнерша а считается что встретить тантрическую партнершу это редкость гораздо больше чем например в самаре в центре города найти бриллиант вот такой размер вот так вот как яйцо вот это больше и дальше есть письма из двух томиков его издали плакать хочется он находит такую женщину но у нее картина мир советский то есть и дальше пытается ей объяснить что для него это сейчас единственный шанс да для того чтобы ну скажем так если не выйти за колесо сансары то во всяком случае вот прям приблизиться к этой границе а она в ужасе потому что она не понимает что такое сакральный секс вот она не понимает его смысла его цели и он объяснить не может и вот он находится близко от нее понимаете близко от христианства это назвали спасение да в одном шаге в миллиметре и сделать ничего нельзя и сделать ничего нельзя вот это история про способность в том числе ибо учитывая буддистскую картину мира представляете сколько еще перерождений возможно необходимо для того чтобы встретить снова такую женщину но только при других обстоятельствах когда и он и она смогут принять доктрины вот ну вот я как-то так потому что ну я задаю такой вопрос больной для меня больной потому что вокруг меня это же мы в России русский человек чем болен он как раз болен как Достоевский сказал дай гимназисту карту звездного неба он на следующее утро вернет ты исправлю лучше по-моему о русских никто не сказать поэтому учить русских людей невыносимо ну вы же это делаете потому что ему говорят вдох вдох смотри и шаг вправо он делает вдох и шаг туда потому что в русских очень сильно своеволие да своеволие и Достоевский нам показал до каких до каких масштабов это своеволие может доходить а нет я не знаю очень может быть вот я знаю ну вот местный околоток вот а так за весь мир я конечно говорить не буду вот поэтому кругом одни учителя понимаете вот кругом одни учителя вот на на тех позвонил знакомый вот она тут же прочитала мне проповедь но я не звонил за просьбу от проповеди вот у нее было откровение она тут же пристроившись сверху потому что проповедник всегда сверху да он с кафедры вот она прочла мне проповедь ну я долго не даю так для приличия пару минут послушал я говорю слушай а у тебя ты где купил книгу лозунг надо мне тоже взять потому что это изобретать самому все время где кто издал и она как-то и дальше она со мной лозунгами я с ней лозунг она с лозунгами я лозунг разговор очень быстро закончился но дня через три она прислала мне смс а она такая бы примеряющего характера мол там смотрю там твою старую передачу там что-то да это интересно я думаю что она догнала что это это не разговор да точно так же очень многое в там то что мы называем учить это не учение нифига потому что в школе очень многие меня не учили я не знаю чем они занимались они отрабатывали свои 45 минут там они еще что-то но назвать это учением я не могу есть люди которые вообще не были озабочены тем чтобы меня учить и научили меня к счастью вот ну во всяком случае я им очень благодарен поэтому это такая очень тонкая грань не дай бог себе присвоить что-то такое это необходимо только в очень тонких областях в очень тонких областях ну например в областях связанных с областью назовем это духовных наук потому что там человека надо провести его надо провести аккуратно это может сделать только учитель вот самому туда лезть это голову терять вот и там нужна очень специфическая прям помощь такая прям помощь это и в христианстве есть вот ну я напомню вам вот этот эпизод вот может быть я вас замучил уже да Мария вы меня не замучили у меня просто трое детей но я так хочется все послушать что я их отодвигаю дальше трое детей тут маленьких поэтому вы их похлопали по попе похлопала уже по всем местам по которым только вот видите подтверждается теория там мы с недоверием с таким ну надо прийти домой попробовать что ты первый раз слышишь а я забыл что хотел сказать а мне хочется спросить у вас Валерий я понимаю да про то что вот вы читаете лекции такие потрясающие вот вы это делаете зачем я это делаю потому что это самый искренний ответ который я люблю читать лекции я люблю этих людей вот я им обязан понимаете я им должен я не так одарен как они может быть где-то там их тени смотрят на меня я вообще испортил всю жизнь тем что взялся читать про них лекции вот и они хмурятся и говорят ну вот нам еще только дураков не хватало вот чтобы они поэтому это трудная штука трудная потому что я очень понимаю разницу между Пушкиным и собой между Леонардо да Винчи и со мной и так далее вот она колоссальная но но я как бы я себя оправдываю тем что ну я думаю если несколько человек прочитают ну в общем ужас состоялся да уже уже что-то вот что-то произошло вот а и потом я хочу быть с ними в отношении вот такая простая вещь я хочу быть с ними в отношениях да в разных даже как и в жизни у нас с людьми разные отношения единственное что я не хочу быть с ними в отношениях враждеб потому что люди которых с которыми я могу в какие-то враждебные отношения по собственной воле войти но я их не выбираю хотя это все очень сложные люди очень и все сложнее и мне это нравится потому что мы сталкиваемся с ними мы сталкиваемся вообще со сложностью себя жизни всего остального вот и потом это так интересно ну вот увидеть человека вот как такое явление потому что они же не совсем люди или совсем не люди понимаете это еще какие-то явления вот ну как я не знаю там бывает землетрясение которое помнит 300 лет ну вот они такие же они такие же и ну и последний ответ потому что я больше ничего не умею вот я думаю что вы ответили сполна на мой вопрос про то что вы это делаете для для них и что в каком-то смысле это как ну линия передачи которая должна не останавливаться а вы знаете в христианстве молятся за других людей и молятся за умерших да и приверженцы то же самое в исламе и то же самое в буддизме да и предполагают что что-то как-то лучше становится вот это то же самое это то же самое но только конечно это не всегда молитва это иногда цирк потому что мы имеем дело с искусством да поэтому это как бы разные стили и разные жанры да здесь возможно эксцентрика и возможно и молитва и поэзия и все что угодно и цирк и вообще друговоляние какое-то вот или там заход на территорию блаженных похабов там или кого-нибудь кого угодно понимаете кого угодно потому что ну хорошая лекция на мой взгляд это как хорошее музыкальное произведение вот ее невозможно на одном тоне построить да невозможно все умрут с доски вот музыки не будут музыки не будут и вот мне кажется что когда меня учили но вот не научили вот это было однотонным это было однотонным вот ну как-то так передайте привет спасибо вам спасибо спасибо ты солнышко вот да ты привет тебя как зовут как тебя зовут Саша Шурик 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 ты красавчик я думал я был самым красивым ребенком на земле Шурик ты начинаешь опровергать мои самые какие-то устойчивые представления хорош спасибо а двое остальных в машине сидят они постарше 6 и 9 так что могут подождать пока мама увлеченно выражает благодарность спасибо 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 и вам ну может быть у нас еще тут Оксана Евгеньевна да добрый день меня слышно слышно меня слышно только почему-то я вас вижу как бы о теперь вижу теперь видно здравствуйте я работаю в библиотеке на Ташковской Санкт-Петербурге во-первых я сейчас сбиваюсь потому что волнуюсь извините а хочу вам сказать о мнении у нас проходит красные нити вот простите я опоздала возможно сегодня среда я ем младенцев по пятницам а библиотекарей по субботам сегодня так сказать свободный день во-первых прошу прощения я подключилась не сначала я перепутала время возможно вы уже говорили я хотела задать вопрос но не первым как справляться с волнением вот мы библиотекари тоже выступаем перед публикой часто и сейчас я посвятил этому целый большой фрагмент вы можете посмотреть потом в записи и там прозвучала очень важная теория попы вот вы только не волнуйтесь то есть вы на мой вопрос уже ответили теорию попы я где-то середина застала но не очень поняла конкретный во-первых спасибо вам огромное ваши лекции они очень нужны для того чтобы ваш совет не пропал вопрос все равно я вернусь еще одну вещь вы выступаете часто да ну не часто ну да приходится выступать и вот вы меня поразили ваше выступление потому что вы очень интересно и свободно выражаете свои мысли да вот когда я говорю да я ну вроде бы у меня мыслей много перед выступлением но от волнения вот это все забываешь хотя я 12 лет уже работаю библиотекарем там и вроде бы как знаю все эти приемы теоретические как справляться но начинаешь волноваться мысли улетучиваются вроде готовишься вот а вы так здорово готовитесь вот я хотела спросить конкретный прием еще дыхание заканчивается когда говоришь начинаешь когда много говоришь дыхание заканчивается вот и где почитать ваши книги написано что вы ведете тренинги но в самару вот мы приехать не можем заочно нет идеи вот так же онлайн делать тренинги по выступлению замечательно выступаете и мне кажется было бы желающих много очень бы хотелось вот на таких тренингах онлайн поучаствовать а вообще для библиотекарей это же актуально потому что вот народ-то надо особенно молодежь в библиотеке у них ощущение не только бабушка с платочком но еще и лекции это скучно вот у меня тоже было такое ощущение честно говоря ну вот со времен учебы в институте я не помню таких интересных лекций как у вас у вас очень выдающийся лек вот во-первых спасибо вам огромное еще и тема вот особенно когда вы говорили про общество потребления мне очень понравилось мне кажется больше надо такого чтобы молодежь слушала потому что действительно вот это страшно что у нас такая вот у молодежи психологии а вы можете вот вам веришь вы можете убедить мне кажется в чем угодно и вот такие лекции на эту тему мне кажется нужны вот очень вот что я я сбилась кажется хорошо спасибо спасибо вот смотрите мне кажется вот такая вот вещь очень важная когда во-первых вы говорите дыхания не хватает его не хватает потому что скорее всего предположу вы ну одна из причин вы ну надо найти тон надо найти то есть не надо спешить как говорят японцы все должно весь мир укладывается в три слога дзё хакю да все начинается вот например осень ну сейчас уже все поменялось медленно да оно начинает медленно разворачиваться точно так же начинается медленно медленно вот вы постигает какой-нибудь язык или какую-то науку а потом быстрее ха а потом и всё в одну секунду вот понимаете не надо вот мне кажется здесь это вопрос тона и ритма а потом мозг запомнил это и теперь вам воспроизводится вот это самое трудное поэтому смотрите я вам расскажу одну историю был в ринг когда я там консультировал всяких значит ну в общем всяких людей и в том числе большие компании и мне однажды позвонил мой друг у которого я там подрабатывал у него была бизнес-школа и говорит там девочку просит получить потому что она едет на какое-то соревнование значит там с докладом Роснефть да и мы приехали и мы приехали и там начальство пришло вот девочку конечно колбасит потому что ну там пришло чуть не сам директор завода вот в честь мдира вот все куда-то выезжают и она начинает читать доклад я в докладе ничего не понимаю потому что что там вот самое про нефтяное оборудование там еще про что-то я ее выслушал до конца весь доклад и это было конечно невыносимо абсолютно вот я ей говорю я забыл к залу Маш по-моему я говорю Маша а вы можете вот сейчас у вас же вот текст он напечатан она говорит напечатан я говорю вы можете например на каждое третье предложение вот два предложения читаете потом делается так и дальше еще два предлагаем вот она начинает читать значит все началось на меня здесь мой друг смотрит в ужасе потому что это значит его кормильцы он массу там заказов отрабатывает а эти вообще обомлели ну все придурок приехал вот сейчас еще это самое надо будет не отложить службу психотического вызывать и она начинает значит она там так немного я говорю а теперь давайте так второе предложение взял и пальчиком она читает все то же самое и пальчиком пальчиком и плечом так кокетлив можете вот вы сейчас расходите ходить на древние вот и она все это начинает теперь цокоть давайте давайте цокоть вот вот вы доходите например вот там до этого места и тут начинаете заканчиваете после так сколько идти дальше продолжается они все это продолжается минут там 20 30 и я смотрю там все белые просто они все белые я говорю теперь а теперь возьмите и снова прочитайте я она она когда прочитал я окружающих спросил лучше стало а что это а что было ну это лучше это что произошло то ты там колдовал что ли что ты сделал то такое а вот у меня ответ что я сделал и вот это тоже надо сделать с вами вам же да прям буквально ну я же так не смогу хихикать нет она просто я ее немножко очень аккуратно в игровой манере как я считаю может быть шокирующий я выбил сценарий вот у нее появилась улыбка да в тексте появилась энергия не вот это когда робот читает вознаменование решений там 22 съезда коммунистической партии нет у нее появилась энергия да так она начала думать что и на каком-то предложении надо поднимать плечи да еще и кокетливо да она перестала сфокусироваться на вот этом образе робот который читает текст начал очеловечиваться понимаете он начал звучать у нее появилась какая-то шарм вот шарм да то есть сценарий вдруг куда-то поехало и оно само качество того что оно делает оно изменилось понимаете с дыханием та же самая штука ну вот да да вам надо просто поменять сценарий то есть хихикать и дергать плечиком когда тренируетесь да когда тренируетесь да понимаете вас никто не заставляет выйти там на публику и начать хихикать и дергать плечик хотя хотя я бы на это смотрел сюда вот не скрою вот но я но 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 вам надо найти способ а для этого говорите сначала начать быстро быстро говорите быстро таратуй 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 быстренько наш библиотек не важно вообще что вы там произносите боюсь что я и так таратурю вот в том ты проблема от волнения а вы быстрее вы быстрее вы еще быстрее вы должны усилить это усилить а потом начать так медленно наша библиотека как пауза понимаете вот попробовать разную эту частоту и дыхание тогда будет подстраиваться оно должно уйти с места фиксации понимаете оно сейчас привинчено к тому что вы волнуетесь очень быстро говорите его надо отлепить оттуда и как только оно отлепится будет вам благодать спасибо большое а вот где-то вы еще сказали что нужно быть собой когда читаешь лекции нужно быть собой да да то есть возможности но это очень просто это скорее какой-то свод начальных таких правил которых вы придерживаете если есть возможность говорить то что вы думаете говорите то что вы думаете такая возможность есть не всегда все люди знают они живут в социуме но по максимуму да по максимуму вот когда есть возможность шутить шутите вот никогда сильно не скрывайте ни своей печали ни своей радости и вы будете просто немножко таким как это поиск настоящий человек ну то есть естественно потому что и печаль и радость и смех и негодование и отчаяние все это не только эмоции которые мы переживаем это еще и краски с помощью которых мы рисуем это ноты с помощью которых мы сочиняем эти произведения понимаете поэтому а у нас человек как думает надо все бодренько на таком этом самом нет не бодренько а чушь хорошего а такой вопрос а нет я перебила простите нет я перебил вот рассказывать ли вот если быть собой да рассказывать ли какие-то личные вещи например я например в седьмом классе была влюблена в Байрона вот рассказывать ли в Байрона рассказывать были рассказывать об этом надо обязательно рассказать ну что нет ну есть же граница в седьмом классе влюблены в Байрона и это скрывать я даже прибила гвоздь острем вверх чтобы хромать как он вот я думаю меня уволят если я это скажу на лекции своей библиотеки. Стоит ли говорить такие личные вещи? Я, например, посвящала Бальмонту стихотворение. Смотрите, смотрите. Тут вопрос в том, не надо себя насиловаться. То есть начинайте столько, сколько вы можете себе позволить. Вот. Главное понять принцип. Принцип он один. Если вы рассказываете просто про себя, то означает, что это Оксана, правильно? Оксана. Зачем же мне про себя? Людям же это неинтересно. Вот. Вы можете пользоваться любым личным биографическим материалом. Но вы должны таким образом его повернуть, чтобы он был одновременно и про других. Вот я вам сейчас про девушку рассказал. Это же биографический материал. Биографический. Но глядишь от этого, как-то кому-то поможет, да. Вот он задумывается, то есть какой-то сценарий, да, из этого сценария надпись к чьи, вот, или его как-то разнообразить. Вот. И так далее. То есть есть вещи, которые вообще как бы не нужны, но они вы должны понимать, что они вызывают определенную энергию. Понимаете? Определенную энергию. Я тоже иногда рассказываю истории о любви. Их личные, личные. Но не потому, что я хочу. Я их всегда меняю. Там никогда нет имен. Это всегда импровизация на эту тему. Понимаете? Это вызывает энергию у человека. А потом я туда байерный поставлю. И он с этим будет уже чувствовать какого-то неравнодушия вот это слушать. Неравнодушие уже. Понимаете? Поэтому, конечно, все, все, что мы прожили, что у нас есть, это материал, из которого мы ну, слово творим слишком громкое, да, собираем. Да, собираем. Вот. И, пожалуйста, конечно, это крутая история быть влюбленным в Бэр. Если бы я был в Северном Бэр влюблен в Жоржа Санта, понимаете, вот, и носил брюки, чтобы ей понравилось. Вот. А я ходил в шорте. Вот. А брюки одевал только на торжественные школьные мероприятия. Вот. И в школу. Вот. Я бы был очень попольщен. Спасибо большое. А где можно почитать ваши книги, ваши тексты? Не знаю. Не знаю. Ну, что-то говорят есть в интернете. Вот. Ну, это же как, вы же понимаете, это, ну, вот, была вот книжка, вот, там, 50 экземпляров, я его издал, вот, ну, ее нет, ну, и где, ищи с вещей. А как название? Ну, название там нет про публичное вступление. Публичное вступление, тайну этого искусства я хочу унести, вот, куда, в мир, где живут электронные женщины. Нет, меня не только публичное выступление интересует. Смотрите, по-моему, книжка 48 часов, ну, она периодически появляется где-то вот в интернете, потому что там ее до сих пор издатель ее допечатывает. то, что касается других книжек, я не знаю, вот, какая-то выложена то ли на литр С, то ли еще, я уже забыл, какая-то книжка, вот, что-то где-то выложена, я не запоминаю, вот, потому что, ну, что-то. Спасибо вам огромное еще раз, буду ждать ваших очередных лекций. Спасибо вам, вдохновение. вам так же. Спасибо, спасибо, вдохновение нам не помешает. Так, это у нас Виктория Леонидовна, пока я ее не вижу. Вот. Вам тоже фотография? Нет. Ну, ладно. Ладно. Вот смотрите, друзья мои, то, что у меня здесь лежит. Вот. Вот вопрос с подковыркой. Валерий, а как вы понимаете цитату, душа это тюрьма тела? Ну, это перевертыш просто такой, да, я ее никак не понимаю, просто улыбаюсь. Вот. Ну, если тело может быть тюрьмой души, то почему душа не может быть тюрьмой тела? Да. Почему душа не может быть своеобразной формы тела? Почему душа это не тело? Почему тело не может принимать формы души? Вот так я эту фразу понимаю. А она заставляет нас куда-то двигаться, да, вместе с этим понятием, с этими образами и задуматься о действительном. Чуть-то мы так привязались к этой формуле. Ну, мы считаем, что душа живет внутри тела, знаете, но и тело внутри души, если живет. если живет. Так, пойдем дальше. Что тут? Значит, у нас очень хочется, так, это мы говорили, так, хочется услышать ваше размышление о философско-символическом смысле лексической пары право-лево, на которых происходит, соответственно, правда, власть, волшебство. То есть, левая сторона связана с волшебством, поэтому тут левая рука. Мне нравится ваше изыскание, я не знаю, кто это написал. Да? В некотором смысле. То есть, тут ничего нельзя понимать буквально. Да? Волшебство, тут же еще, да, волхование где-то напрашивается, конечно, не является нормативным способом жизни в собственном. И поэтому, поскольку оно синонимично колдовству, то есть, левому, женскому, да? Вот, поэтому путь левой руки. Ну и пути левой руки, раз вы спрашиваете, значит, вы про них знаете, да, вы понимаете, что все пути левой руки, они связаны с целым рядом ненормативных действий. И, кстати, про наш разговор про учителя-ученика вот здесь-то, конечно, без учителя не обойдутся. Вот, ну, для примера могу посоветовать вам, кто интересуется, почитать книгу такого. хороша была где-то в 90-е годы, может быть, с начала нулевых, она издана, такой Роберт Свобода, англичанин, который поехал в Индию, нашел себе гуру как раз тантрические традиции левой руки. И вот книжка Аккора, Аккора, это так называется традиция, а она способна у вас лишить сна, поэтому читайте ее лучше. Добиваются с помощью вот этого всего, что там прочитается, света, света, света. Просто путь с левой руки, он связан немножечко с тьмой. Вот, но, как говорил Роберт Пен Уоррен, вот, я должен добыть добро и зла, потому что больше его нечего сделать. Больше его нечего сделать. Но, я думаю, больше что-то не надо, потому что это специфичный вопрос. Сама формулировка иметь или быть наталкивает меня на вопросы, можно ли иметь и быть одновременно. Передо мной в сус, мою социальную сознательную жизнь стоит вопрос или-или. Оттого нет ощущения золотой середины. Выбирая в основном состоянии быть собой, своей правдой, я поставлю запрет на иметь. И с течением времени все же хочется прийти к некоему согласию между духовной и материальной составляющей своего бытия. Возможно ли это? Кажется, что дикотомия вжилась в определенный случай человечества с молоком матери. Да, так и есть. И мы все этого хотим. Я думаю, ну, конечно, понимаете, все зависит от того, как мы трактуем слова, иметь или быть. Но вот поскольку ваш вопрос не предполагает определение бытия, например, Хайдеггером, то, скажем так, ну, конечно, можно. Ну, можно. Почему же нет? Ну, приведу вам два примера. Ну, вот Гёте, конечно, был в гораздо большем степени, чем многие другие немцы. не мешал быть своим министром, вот, занимать посты, быть обеспеченным человеком, написать блистательные десятам. Имел, он тоже не мог. Гегель, министр просвещения, он тоже, я думаю, в некотором смысле был чуть больше, чем рядовой немец. Почему нет? Почему нет? В суфийских школах, я напомню, что суфизм это такое, так сказать, историческое учение внутри ислама, или, так сказать, и внутри параллельно одновременно. Человека учили, как мы знаем, каким образом? учитель его отправлял на работу. Работа могла быть где угодно. Ну, например, сесть в тюрьму, сидеть в тюрьме, а потом стать министром, стать вельможей, стать очень богатым. То есть вот эта смена радикальной, они еще умели это делать, социальных ролей, с ростом способностей не отрождествляться с ними. Ну, и, конечно, с возможностью, как бы сказать, не проповедовать, а манифестировать своим присутствием суфийское учение. Иметь или быть способом. Пожалуйста, сегодня нищие, собираешь милостыню, сидишь у вокзала, очень часто место работы, многие дервиши так делали. Но завтра тебе сказали, все, работаешь бизнесменом, причем вот так и так, с таким оборотом. Все, пошел, там не говорят вот так, что, да как, ты где, все, сказали, все, пошел, пошел. Вот. Мир базар. Но почему на этом базаре не стать вельмозой, если не привязываться к этому, вот вечерая вещь, если к этому не привязываться, если ты не привязывался к тому, что ты нищий, не привязывался к тому, что ты вельможа или министр, почему, да, действительно, иметь или быть, как вот дихотомия, да, как дихотомия, она звучит очень, ну, как сказать, она окликает, окликает, ну, я бы сказал, может быть, раннего христианства. Да. где иметь большое препятствие для того, что но есть культура и внутри христианской культуры есть другие представления, где иметь и быть. Царь Соломон, как он, что-то имел все-таки, да, как-то был, и не он один, да, и не он один. Так что это возможно, а как этого достичь, это же и есть творчество, понимаете, это же и есть вот это какой-то способ так прожить свою жизнь, чтобы вот оно получилось. Если, конечно, на то, да, есть воля Божья или судьба, вот, потому что не всем людям предначертано такое, вот, то есть не то, чтобы это было невозможно, просто здесь наибольшее количество сопротивления можно встретить, вот, трудностей там и так далее. Как говорил один индийский мудрец, мы сегодня вспоминали, кто-то Рамакришна вспоминал, кто-то еще кого-то, я что-то какую-то пиашку рекомендовал, он говорил, бери все то, что приходит само. Ну, то есть, ну, не борись ты за то, что нам не приходит. Потратишь массу энергии, огромное количество сил. А то, что само приходит, вот, бери, вот, 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 вот оно так, вот, может прийти само и иметь. Ну, а что, вот, я просто у всех разное представление о том, что такое иметь, понимаете? Потому что иметь друзей это иметь или быть? Или там, иметь женщин? Ну, на протяжении жизни мы сейчас не будем строить какие-то каремные варианты, да, на протяжении жизни. Это иметь или быть? Да и то, и другое. Может быть и так, а может быть и этого. Есть люди, которые имеют друзей, а есть люди, которые дружат, а есть те, которые имеют, так как имеют деньги или автомобили, вот, и друзья их также имеют, да, и глагол иметь, да, он в русском языке имеет еще второе значение, не поимели, потому что имели, потому и поимели. А вот с глаголом «быть» вы попробуете. Меня были? Что? Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Поэтому, понимаете, можно иметь жену, да, а можно быть женой. Есть люди, которые имеют жену или мужа, при этом гордятся, говорят, ой, я имею такую жену, я имею такого мужа, а они в свою очередь их имеют, вот, понимаете? А можно быть, можно быть и с другом, и с вещами, и с любимой, любимым, с городом и так далее, да, поэтому в этом противопоставлении, разумеется, в нем есть, ну, хитринка такая, да, хитринка, немножечко усмешка над тем, что правильно вы заметили, нам обязательно это надо противопоставить. Но это катастрофа. Это катастрофа. Это счастье только для определенного типа людей. Понимаете? Для определенного типа людей, который может раздать все богатство, все вещи, стать нищим, но у него, да, у него есть центр, в его действиях есть значение, и они его куда-то привозят. Понимаете? Смысл есть. Смысл есть. Но это только определенная категория людей. Другие так есть могут, другим так не надо, или не надо, я так думаю, или не надо сразу, или не надо сейчас. Вот. Вот так. Вот так вот как-то. Что тут у нас? А, это как раз учитель и ученик. И у нас еще есть вопрос, на который у меня, наверное, нет ответа. их два, правда. Первый герой нашего времени, кто он? В бытовом сознании, в произведении сына-писателя, как он осмысливается, каким его показывают? Очень сложный вопрос, не возьмусь на него отвечать, потому что я его не вижу. Ну, то есть, это, понимаете, как бы сказать, ну вот мы разбежались по кустам, да, один куст называется группа ВКонтакте, другой куст называется Одноклассники, третий куст там зрители Ютуба, ну это кусты, кусты какие-то, да, сети по кустам. И наше время исчезло. И вы понимаете, что у нас не будет скоро общей памяти, вот, поскольку, поскольку мы не будем смотреть все одни и те же фильмы, или читать одни и те же книги, еще сейчас школу как-то принуждать. А с фильмами уже все, вот, потому что раньше 10-летнего мы это смотрели по телевизору, да, поэтому все видели обыкновенное чудо. Вот у Света, не знаю, это и группа была или нет, я пришел, хоть один видит, ни один не видел. Это дизайн, это такая элитная, в общем, достаточно специализация была, туда и денег больше брали со студентов, вот, разумеется, вот, да и с преподавателей, потому что зарплату, которым платили, это скорее они забирательницы. Обыкновенное чудо, уже никто не смотрел, было это лет 5-7 назад, я удивился, на Новый год ни разу нет, ну, Леонов там, вот, мне, здесь, вот, мы обсуждали кинематограф, Олег Горяйнов, киновед, сказал, что они в музее Эльдар Лизанова проводили тоже какой-то вечер, никто не видел Рони Цунь. все, это время уходит, это время уходит, потому что будут кластеры, да, будут сети, они так и называются, вот, группы по интересам, и там свое кино, тут свое кино, тут свое кино, и так далее. Пока еще есть какие-то феномены типа Игры Престолов, которые там, да, накрывают, да, многих, но они тоже скоро исчезнут, поэтому и герои будут, если они будут, у всех свои, у всех свои, поэтому вы, скорее, у нас есть одна сцена, да, публичная, социальная, то есть некий такой мираж, да, вот этой вот социальной жизни, да, жизни общества и так далее, ну, вот здесь какой-то образ героя будет формироваться, но поскольку это симулятивное пространство в очень большой степени, то это в большой степени будет симулят. Поэтому ответить на этот вопрос, кто является героем нашего времени, ну, как вот давно говорил, Онегин, да, как Билинский показал, Печорин, вот, в школе нас учил, там, и так далее, никогда не мог понять, почему Наташа Ростова не была героиня. Ну, короче говоря, здесь тоже много заморочек, но могли выделить какой-то тип. Я помню, как мы вот недавно с товарищем это вспоминали, я был на втором курсе, вышел фильм «Полет во сне иной» Романа Полояна, картина с Олегом Янковским, Людмилой Гурченко, но это, конечно, у нас во всех бросили гранаты, понимаете, напомню, мне было 19 лет, я посмотрел фильм, пришел домой, мой старший брат, который на 11 лет старше меня, тоже посмотрел, и он говорит, «Валяка, прямо про меня картина». Я думаю, как это так, она же про меня. Ну, то есть, я свой круг, свою жизнь, я никак не представлял с него, 11 лет, это большая разница, да? Вот, большая разница. Я встречал, встречал, встретил товарища, он был старше меня на 4 года, то есть, ну, тоже приличный, мне было 19, а он уже служил в десанте, вот, и там учился в университете, ему было 23 года, он посмотрел, сказал, «Венечка», ну, там, прозвище у меня было, не знаю, ладно, вот, это фильм про меня. В ближайшие 10, 20, 30 дней, вот, я понял, что все, фильм попал, все считают, что это проник, что, да, герой Янковского, это они и есть. Вот и попадание, да, вот это в 10. Вот это, да, все узнают себя, вот это герой, да, того времени. Абсолютно. Абсолютно. Сорокалетний, точно так же. Я 19-летний. Я просто, да, не помню, там, например, старшие школьники, посмотрев этот фильм, думали, что про них, или нет. А сейчас, это кто? Я не знаю. Или, скажем так, современный кинематограф, театр, там, драматургия, литература, они зафиксировали образ, да, который, это кто? Это неизвестно кто. Никто. Никто не является героем нашего кино. Президент по нынешнему временам. Нет, ну, я не имею в виду, я, кстати, другой совершенно смысл. Речь идет не о том, кто герой в сознании людей, тот, кто совершает героические поступки, да, а героев в том смысле, в котором мы говорили об Онегине, Печорине, о герое там полетов во сне и наяву, то есть человек, который вобрал в себя сам запах, саму суть времени, да, и он стал как зеркало, в котором вся страна видит свое отражение. Вот это кто? Я не знаю. Вот, я не знаю такого человека, это никто. но это тоже неплохой ответ, вот, это тоже неплохой ответ, потому что это одно из имен Одиссея, вот, Одиссея как-никак сыграл ключевую роль, вот, с троянским конем там, вся эта история. Вот, помните он Полифему, вот, значит, циклопу, когда прибыл, он сказал, что его зовут Никто. И когда кто-то ему выколбас, выжег ее, вот, кто это делал, кричал Полифему, Никто. Не то. Потом, понимаете, был такой капитан Немо. Я напомню, что капитан Немо был главным героем Романа Жульвером «Двадцать тысяч лет под водой», «Таинственный остров». А в «Детский капитан Грант» он тоже упоминается там где-то, но это уже детские воспоминания, я могу и путь. Так что капитан никто, вот, или Одиссея никто, или герой никто, это не так мало. Это не так мало. Можно? Короткий. Да. Сейчас, секундочку. Я вас только покрупнее сделаю, чтобы я вас видел. Пожалуйста. Владимир Вениаминович, время, наверное, заканчивается. Может быть, это на следующий раз, просто, а как вы думаете, вот, ведь как-то надо спасать вот подростков, вот, все в соцсети, да, все смотрят сейчас в смартфонах, и они перестают читать, они перестают думать, они смотрят низкопробный, обывательский контент, а контента очень много. Вот я случайно нашла вас, допустим, потому что «Серебряный век» мы делали лекции, и так совпало. Вообще очень много всякого мусора в интернете, трудно найти вот хорошее что-то. А подростки у них нет уже, и дети сейчас вот даже в детском саду уже, они книг не читают, мне говорила воспитательница, они вот так, она им дает книжку с картинкой, они листают. Ну, можно ли изменить эту ситуацию, как вы думаете, развитие нашего общества движется, мне кажется, краху получается. Может быть, не по тому сценарию пошла, вот, например, Водолазкин, писатель, знаменитый, он сказал, что он считает, ничего нельзя изменить, и бесполезно вообще делать какие-то революции, что-то пытаться изменить. Но я так не думаю, вот, а вы как думаете? Пусть они там сидят, вот, например, моя дочь в девятом классе, меня нет в ее жизни, никого нет, есть телефон, лучший друг, и она не слышит, все, она была, когда не было вай-фай на телефоне, она была, писала рассказы, удивительно, рисовала, сейчас она ничего не делает. Она сидит там. Ну, что тут скажешь, это один из самых актуальных вопросов. Здесь, понимаете, нам надо думать начать. То есть, ну, во-первых, наше общество никогда такой цели не ставил. И мы не слышали просто, да, консилиум самых умных людей. Вы видели, когда они собрали самые умные люди? И это были люди, не назначенные умные, а действительно умные. по-настоящему. По-настоящему. Которые бы предложили свои варианты решения. Потому что, ну, как сказать, таково состояние культуры. это же надо менять. Вот надо задаться вопросом, да. Или не надо? Вот что здесь возможно поменять, что не важно. Потому что в данном случае вы выстаете против цивилизации. Но, понимаете, культура очень часто выстает против цивилизации. И вот культура у нас слабая. Слабая. Хотя мы очень любим вот что-то такое. Ну, что-нибудь, про культурную столицу. Что-то вот я слушал в последнее время. Еще что-то такое. А культура слабенькая. А может, наша цивилизация не туда свернула? А цивилизация в той форме, о которой вы говорите, очень сильно. Поэтому эти умные люди должны нам сказать. А как же решить этот вопрос, что девочка никого не видит, кроме айфона? А ведь за пределами айфона есть еще кое-что, согласитесь. Я об этом и говорю. Вот. И она не одна. В Питере-то и еще посмотрите, здесь есть на что-то. Да. В Самаре тоже. В Самаре есть. Не столько-сотолько в Питере, но есть. И вообще очень много всего. Понимаете, в человеческие отношения бывают интереснее любого романа. Вот. Есть мир, природа. Я-то понимаю. Если ты сам, да, в конце концов. И как? А вы что думаете, что я знаю, да? Может быть, вы подумаете, и вас узорит, и вы в следующий раз что-то... Я вам задам один вопрос. Цивилизация современная, технократическая, способна отказаться от того, что она считает прогрессом. В принципе, цивилизация – это тоже люди. Нет. Нет? Вот как разблуждение. На мой взгляд. Ну, двигают все люди. Ведь историю двигают личности всю жизнь. Как бы двигали. Разве нет? Что-то сдвигают. Ну, тоже такой вопрос. Есть, да, о чем-то с удачей подискутировать. Он такой простой. Кто там и когда... Вот. Движет историю. Вот. В русских считал, что она на месте стоит. Вот. И никто никуда не движет. Вот. Происходит просто некая иллюзия этого движения. А она просто стоит. Это поезд, который встал и стоит. Вот. И больше ничего не происходит. Тоже интересная точка зрения. Вот. Понимаете? То есть цивилизация откажется от прогресса? Мы прогресс... У нас прогресс пошел по пути техническому. Нет. Ты мне не говоришь, куда он пошел. Она откажется, пока она существует. Не знаю. От самой существенной части. Наверное, нет. Конечно. Но цивилизация, я думаю, это тоже люди. Надо развернуться на другие вещи. Нет. Технического. Она вот духовная, интеллектуальная. Надо начать думать. Вообще, вообще чаще надо. Так вот я... В принципе... Ведь мозг же на один процент мы только используем. Вот, вот. Потому что мы все приборщиками, интернетом. Не знаю, я на девяносто девять процентов использую. Нет, да. И результат очень красивый. Ученые говорят, что максимум восемь. Ну, может, вы восемь. Не, я девяносто девять. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно подумать о том, в каких ситуациях, благодаря чему, люди принимают нечеловеческие формы. Вот. Как это связано с развитием цивилизации? Может ли цивилизация отказаться от идей прогресса, из которой она выросла? То есть от самой себя. Может ли цивилизация или она может быть заставлена вот это интересно говорить, да? Когда она будет вынуждена в какой-то момент обратиться к культуре. Я в данном случае имею гуманитарную культуру. Понимаете? Это случится ровно тогда, когда цивилизация потерпит сокрушительное проживание. Я почему-то вспомнил мемуары. Эти времена не за горами. Но какое-то время и культура не будет. когда она потерпит это поражение. Поэтому никто с радостью этого не ждет. Понимаете? Конечно, в какой-то момент перестанут работать ноутбуки и отключится интернет. И будет трудно его установить. Достаточно только там вот этому айсбергу, который все откалывается, откалываться. Вот. И природа столкнется с цивилизацией. Цивилизация ждет этого. Ждет. Она вызвала природу на войну еще несколько столетий назад. И она ждет решающего сражения. Вы заметили, сейчас все ждут решающего сражения? Вот. Вот. В целом человеческая цивилизация тоже ждет решающего сражения с природой. Вот. А в принципе она хотела бы ее убить. Это одна из главных идей модерна. Модернизма. Ну как? А вернадский на сфере сейчас экологическое движение возрождается. Она мечтала убить природу. Вот. И в природе видела источник всякого несчастья. Но иногда не убить, иногда трансформироваться. И идеи поворота сибирских рек вот смеялись. А сам тот же Платон просто ветров хотел поменять и говорил, что может. Вот. Идея-то давняя. Идея модернистская. Вот. Вполне себе. Вот тогда да. Было сказано вот это. Мы враги. Мы враги. Зачем геном расшифровывать, выводить новую расу, вводить изменения в ДНК, убирать из цепочки ДНК. Это борьба с чем? С природой. С природой. Но иногда она ведется с оттенком трансформации, видоизменения, улучшения. Но вообще в принципе война началась, она ведется. Скажите. В наших магазинах продают химический продукт. Это война с природой. С природой вашего желудка, кишечника и всего остального. Война с природой ведется на каждом квадратном сантименте. Вы НК поставите. Я не говорю о том, что было самым... Давайте сделаем такую паузу и удивимся. То есть до какой степени это идиотическая идея победить природу. Я думаю от нее большинство уже отказались. Кто? Ну как? В школе проводятся уроки, очень много экологических акций, ноосферное мышление. Какое ноосферное мышление? Вы его у кого видели? Вы не о том, что проводите уроки? Я сама уроки проводила в школе. Ну у вас есть ноосферное мышление? Ну я думаю, да. Потому что я не считаю природу врагом, я ее люблю. Храбрая. Храбрая. Но вы можете быть врагом природы, не подозревая об этом вообще ни секунды. Вы разве не знаете, что вы можете ставить во голове легиона зла, предполагая абсолютно, что это легион полного абсолютного добра? Как это так? Во голове без моего веда? Да вот так вот. Да вот так вот. Всего лишь в какой-то момент надо перестать мыслить. Я поэтому всех как бы сказать, давайте подумаем. Вот. Давайте подумаем над некоторыми вещами. А вы предполагаете, что раз вы кричите добро, то оно и явится, да? Нет, я говорю, что надо предполагал бы так, что я был самим злом, я бы обязательно везде кричал добрее. Я думаю, что технический прогресс это зло, и вот надо вернуться к природе. и тогда бы все говорили, что это так скучно, вот, это такая серятина, это такая пошлятина, и так далее. Ну, кстати, об этом написано, но вам надо где пошлятина? Возвращение к природе? Нет, вы меня сейчас не слышите. Вы как возвращаетесь к природе? Ну, я от нее ну, ханурия. Вот это там, вот то, о чем я говорю. Вот сейчас, у вас книга лозунгов лежит там? Нет. А похоже, что есть. Где купили? Колитесь, пришлите мне в Самару, не пожалейте. Я просто чувствую, что не в районе. Какое возвращение к природе? Вы можете только манифестировать это. Ну, то есть, вот то, до какой степени вы сами вернулись, и есть возвращение. И только это на учеников то и подействует. А куда возвращаться-то? Что такое природа? Вы куда хотите вернуться? Вот алхимики хорошо знали, что такое душа металлур, например. А вы с ней общались с душой металлур? Нет. Вы о скрытых желаниях металлов знаете? Нет. Вы о том, о чем грезит латунь, подозреваете? Нет. Но вы возвращаетесь так куда, как, каким образом. Вы просто говорите, что, да, надо беречь там, природу, не рубить череных реки, красоту, невинную беречь. Вот. Это очень полезно. Вот. Потому что многие этого не знают. Я думаю, надо возрождать сельскую местность, чтобы люди туда возвращались в деревню, в поселки, сажать больше зеленых насаждений. А сейчас все делается как будто наоборот, чтобы оттуда уезжала молодежь. Ну, так же, да. Их очень много заброшенных деревень. Потому что там выжить невозможно. И мне кажется, воля государства нужна для этого. Можно сделать программы государственные, если движение какое-то разве. А там не выгодно. А государство? Это люди или нет? Они любят свою землю, но они уезжают. Вот. Ребята. Школьники. Потому что работы нет. И что? Они в города уезжают. Вот. Вот. И что? А на земле человек должен жить, по идее, мне кажется. Ну, все-таки. Рядом с лесом, с речкой, с грибочкой. Все-таки вы тоже против цивилизации что-то имеете. Почему? Потому что вы очень резко противопоставляете городскую жизнь, которая, конечно, вся урбанистика относится к цивилизации. Вот. Деревенской. Вот. Где иногда и клозеты, прошу прощения, не найдешь. Вот. Деревни разные бывают. Я смотрю, вы как-то... Ну, короче говоря, понимаете, надо вот ответить на этот вопрос. Кто кого-то танцует в итоге? Или вы думаете, человек поумнее? Я думаю, неправильная формулировка вопроса, простите, кто кого, мы не должны так говорить. Я думаю, что надо обязательно... Мы конспортируем, что эта война ведется. Но она не... Надо ее прекратить? Каким образом? Не знаю, надо думать. Вот. Общественное движение, программы, работа с детьми, с подростками, дотация сельских производителей. Амиши думают, заботятся, вот есть у них... Возникновение, вот эти знания индийских. Вот вы говорили, я есть то, да, Таттва Масси, об этом Ключевский тоже писал. Он писал, что это вот семь ключей к познанию мира, или тайны мира, как-то книга. Вы в тот раз в лекции про индийскую философию, когда для них все возможно, вы говорили, потому что они и есть вот это все. Вот Ключевский это очень хорошо написал. Вот я, одуванчик, и вы одуванчик, да, я река, и ты река. Мне кажется, когда мы были славянями, славянские, да, до принятия христианства, у нас же было вот это. И тогда никто не мог сделать, сорвать цветочек. Я, например, не жгу цветы. Мне не нравится, когда цветы и букеты дали. Вот, а потом вот это у нас ушло, может в этот момент не проникся, потому что не знаю, но многие пишут об этом, что вот это составляющая ушла, ее надо возрождать. И если вот это понять, то совсем по-другому жить будешь. Ну, а государственные программы можно написать же. Ну, наверное, общественное движение. какое-то тоже должно быть. почему они не написаны? Может, потому что еще... А эти были написаны, вы уверены, что они были бы исполнены? Ну, Вернадский много писал об этом, например. Программы государства не написаны, потому что у нас сейчас экономика правит бал, да? Общество потребления, деньги. А экономика, это дисциплина возникает, когда? Ну, они же должны понять, что это уничтожение. Вам надо просто свести концы с концами. Если вы сведете, вы увидите, что это довольно встроенная картина. Сейчас уже не выгодно. Ну, современное государство определяется преимуществами цивилизации. Во всяком случае, так вот, в той цивилизации, где мы живем. конечно, природа потерять не хотели. Поэтому в некоторых странах делают уступки природе. Делают уступки. Ну, там даже, вот мне в Германии рассказывали недавно, я запомнил, в Веймри, по-моему, собирают валежник, валежник, а разрушенные деревья трогать нельзя, потому что там ходят песняки и объясняют, что разрушенные деревья являются обиталищем очень многих насекомых и необходимых для для здоровья леса. Для здоровья леса. Ну, это тоже, да, происходит, экологическое сознание, оно меняется, но вы же понимаете, что мы имеем дело с людьми. То есть, в любой момент экологическое сознание может стать очередной тоталитарной идеологией. И мы начнем бороться за природу, ну, то, как мы обычно за что-нибудь боремся. Вот. И вот это вопрос, который, да, меня все время волнует. Как бы вот избежать вот того, о чем говорил Черномерец, да, что мы ничего не строим, а все получается в такой соседии. Вот. Вот как вот избежать? Вот, да, потому что можно сейчас, конечно, начать экологическое сознание развивать, развивать его так, что оно вообще ищется. Так. Смотрите, на кого клечат, на меня, на вас вообще? Если на меня, простите, библиотеку надо закрывать, простите меня. Там просто с плечом женщина. Это очень сложная тема, простите, что я поздно ее задала. Давайте принесем в другой раз. Библиотеку закрывается. Спасибо. Всего доброго. Символически. Библиотеку закрывается. У всех есть ключи от культуры. Ее можно закрыть. Я просто пример вспомнил. Михаил Казаков. У него мемуары замечательные. Алкоголики и псих больного. Арт-актер великий. Странная книга. И он описывает, как он приехал в Израиль. С русской культурой, с багажом. А вот там молодой театр. Молодой страны. Они этого не знают. Смеются над этим. Изобретают свои велосипеды. И счастливы. Сейчас тоже проблема культуры. Столько молодых стран. Балканы. Вот молодая страна. Ей не нужен мне этот язык. Мне это прошлое. Знать они не хотят. Нам ничего вообще не нужно. У нас свое есть. Опять же сейчас нейросети. Тоже в подспорье. Так что сделать, наколдовать магией можно что угодно. Вот так хлоп. И у тебя весь Леонардо. Вот прям за долю секунды. Такой, что слезы текут. Караваджо. Каких ни в одном музее нет. Так же и с культурой. Ну, парадоксы. И решают проблемы человечки как-то. Да, спасибо. Ну что, я думаю, мы будем заканчивать. Потому что у вас нет никаких вопросов. Надо в зал спросить. Я хотел про вашу гору. Коан вспомнил. Замечательный. Один лектор, вот тоже, как вы, задавал вопросы. Что несут спонсоры деньги. Сказал так. Если вы мне зал прекрасный не строите, я уезжаю из города. Вот. И тут же приходит, значит, спонсор с кучей денег. Кто говорит, я беру твои деньги, иди отсюда. А как же спасти. Помните этот Коан, да? А как же спасибо. Вот. А тот говорит, спасибо должен говорить не тот, кто дает. Поэтому, мне кажется, вот ваша гора. Вот спасибо большое. И вам спасибо, друзья. Вот. Ну, если нет вопросов, точно, никаких. И в теории Попы нет вопросов. Ну, вот это вот я не ожидал. Я думал, будут сотни вопросов. Сотни. Ну, тогда что? Тогда до следующей среды. Да. Всего доброго. Сотни. Субтитры создавал DimaTorzok